Жители ДНР, пострадавшие 30 ноября в ДТП на территории Воронежской области, прибыли в сопровождении сотрудников МЧС в республику. В зависимости от состояния здоровья, они либо направлены на госпитализацию, либо доставлены по месту жительства. Об этом сообщил министр по чрезвычайным ситуациям ДНР Алексей Кострубицкий. Колонна МЧС прибыла в Донецк. Все пострадавшие распределены. Кто домой, кто в больнице, сказал глава спасательного ведомства. Тела погибших отправлены в морг. Еще двое жителей ДНР по состоянию здоровья пока нетранспортабельны и остались на лечении в больнице города Бобров в Воронежской области. Власти ДНР не планируют в 2016 году повышения тарифов для населения на услуги водоснабжения и канализации. Об этом заявил первый заместитель главы Минстроя Александр Алипов. Мы воздерживаемся от того, чтобы повышать тарифы. Как сообщают украинские СМИ, на территории Донбасса, находящийся под контролем Киева, с 1 января запланирован рост тарифов на воду почти в три раза. Решение Национальной комиссии, которое осуществляет в Украине государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, на территории республики не действует, подчеркнул Александр Алипов. Как сообщает Донецкое агентство новостей, в лесных хозяйствах республики приступили к активной фазе заготовок новогодних елок. К празднику пять лесхозов заготовят от 12 до 15 тысяч зеленых деревьев. В основном это будет полюбившаяся жителям Донбасса крымская сосна, сообщает агентство со ссылкой на управление лесного и охотничьего хозяйства ДНР. Объем заготовок примерно такой же, как и был до войны. А вот цена на новогодние деревья станет существенно ниже. Если в минувшем году стандартная сосенка высотой в 2 метра стоила 250-300 гривен, то в нынешнем году она будет стоить столько же, но в рублях, говорится в сообщении. Снижение цен на социально значимые товары в магазинах ДНР за период проведения проверок активистами Народного контроля республики составило до 15%. Об этом заявила руководитель проекта Народный контроль, депутат парламента ДНР Екатерина Мартьянова. Мы видим, что идет тенденция к снижению цен. А это практически на все социально значимые группы товаров. Конечно, это обусловлено совместной работой с органами власти. И нельзя говорить, что эта тенденция идет во всех магазинах. Это пока точно. Но мы будем стремиться к тому, чтобы во всех магазинах проходило снижение цен. Положительный результат работы Народных контролеров отмечен в Донецке, Макеевке, Ждановке, Зугрессе и Харциске. За время существования проекта Народный контроль было выписано почти 3 миллиона штрафов за необоснованные наценки, отсутствие накладных и прочие нарушения. Продолжение следует...